Если вас изберут мэром, за кого вы проголосовали? У нас сегодня в Государственную Думу идут четыре кандидата, да? Я полагаю, что вам придется с ними сотрудничать. Я тут даже иду. Ну хорошо, понятно. Так, Усен Анатольевич, есть еще вопросы? В двух словах еще, значит, я бы хотел что сказать. Если говорить в целом о моей идеологической платформе, я абсолютно разделяю позицию Александра Ильича Проханова, я имею честь быть с ним знакомым. Я знаю неплохо Шурыгина, его заместителя, и я внимательно слежу за всем, скажем так, ораторским творчеством Сергея Михеева, ну если говорить о моей идеологической составляющей. Я думаю, вы знаете, да, кто? Он известный. Ну, Проханов здесь был, у нас здесь. Да, Александр Ильич, да, с ним мы лично знакомы. Да, и практически все я у него прочитал, некоторые книги у меня сознание перевернули, особенно там, где касается вот эта вот история о работе разведчика. Вот, поэтому, собственно, примерно вот это я и представляю. Можно такой вопрос задать? Конечно. Значит, вот мы тонем, тонем. В народе считают, что вот эти меры, которые вот сейчас принимаются, значит, по созданию дамок, это глупость. Надо было ранее. Само натуральное. Значит, надо углублять амур. Да. Почему? Вот ваше отношение к этому вопросу. Мне сегодня уже задавали этот вопрос. Нужно, чтобы работали с ним снаряды, чтобы углубляли ранее. А можно ли в условиях капитализма заставить бизнесмена ввести убыточное производство, песок намывать? Это же планово убыточное производство. Ну, дотации есть для этого. У нас все убыточное. Это же вопрос требует решения. Владимир, вы задаете такие вопросы, которые сейчас, значит, не можем. Нет, ну, интересно, как же это относится? Моё отношение к тому, что происходит сейчас у нас само. Слушайте, у нас 6 лет. 6 лет строили дамбу. Ни одна дамба до ума не доведена. Когда у нас снова пошла вода в авральном режиме, скальник. Мы очень эффективны в чрезвычайной ситуации. Мы вот планомерно как-то у нас не получаются. Мы на все плюем, забываем. Часть дам просто разворовали. Мы просто подходили и убирали грунт. Там были подъездные пути, которые были заслуканы. Там даже рельсы собрали. Это же наши жители. Понимаете, один пол в подъезде моет, а другой тут же выходит и гадит. Там строится дамба. Один строит, а другой подъезжает ее. Маленьким экскаватором вывозит. Такой своеобразный карьерик. Нам нужно порядок в головах на логике. Вот когда будет порядок в головах, когда будет управляемость чиновничьего аппарата, когда будет ответственность, отчетность и прозрачность, а смысл простой работы чиновника, цель, средства, срок ориентировочный, если там, например, растянутого времени, и ответственность, и отчетность. Ну, как учили меня вот здесь далеко. Хорошо, Рудорфович, пожалуйста. Да. Мы видим пример фугавов, который был избран на попытке воли власти. И сейчас его плановерно топят в средствах массовой информации. Ну и всячески противодействует. В общем, картина такая. В этой связи мне возникает вопрос. Ожидаете ли вы противодействия со стороны существующей власти, в том случае, если будете избраны? Ну, я, честно говоря, не вижу, что, по крайней мере, по социальным сетям, вообще в интернет, Фургову очень хорошо себя чувствует. Рейтинг у него, как у Рамзана Кадырова, по социологии, и ведет он себя исключительно уверенность. И сегодня уже интервью, и Владимир Владимирович его похвалил. Если это угнетение, если это какое-то преследование, или я бы не сказал, что у него проблемы в этом смысле. Своей стороны, ну, сложно мне сказать. Наверное, я так думаю, что если будет результат, то будет хорошо. Результата не будет, все будет плохо. Вот и все. Нам нужно изыскать средства. Я вот опять вернусь сейчас, об этом все говорят. Если мы вернем юрисдикцию города Комсоморска, налоговую юрисдикцию, наши предприятия основные, хотя бы частично, не то, что сегодня там крохи достается, но побольше, чтобы нам дали кусочек этого пирога. И мы сможем, а я уверен, что мы сможем, рачительно, грамотно использовать этот ресурс. А еще, если мы минимизируем коррупционные риски, коррупционные риски убрать, наверное, абсолютно устранить невозможно, но свести их там условно до уровня шоколадки вполне. Это весь замечательный книжка. Называется Уголовный кодекс Российской Федерации. Там масса статей. Мне нравится очень. 159 часть 4. Я по ней работал много раз. Работает и включить. И сразу вразумляет, сразу как-то и глаза проясняются. Я вам так скажу. У меня есть друг разведчик, в нескольких странах был резидентом. Причем, так ему не повезло. По Тунису, как раз потом из Туниса в Египет, там получилось, там началось. Он так и покувыркался, так сказал. И он мне, когда мы еще... Он вернулся из командировки, он выезжал в командировку вместе с Ахмат-Хаджи Кадыровым. Потом он полетел, как раз был доклад Бликса перед бомбардировкой Ирака. Я тогда был слушателем Академии. Ну, общение, конечно, уровень сумасшедший. Он сказал так. Пока наши люди будут держаться, пардон, при барышнях, не вот не за это, а за это, ничего, говорит, у нас не получится. Военный переводчик, рафинированный, интеллигентный человек, потомственный военный переводчик. Ну, очень образованный, включая арабский язык, совершенств. Это вот мой товарищ, боевой. Так, еще какие вопросы будут? Давай, говоримся. Как вы относитесь к Амурам? Еще 6 лет тому назад у нас были прекрасные теплоходы и 30 лет ГДР. Это столь прекрасно. И вот смотрите, до чего мы дошли? Ну, неужели нельзя? Вы смотрите, Волга начинает уже, а мы-то хуже? Восстановить производство плавсредств или вернуть то, что... Амурское пароходство. Амурское пароходство? Ну, ударик, а море и все. Вот, вот, это, это грандиозный, на самом деле, проект. У нас сейчас такая ситуация, что мы комшоссе заасфальтировать не будем. Давайте мы начнем вот с этого. Хотя бы, вот я сейчас ехал к вам по этой дороге, да? Ну, я думаю, что все, кто на ней находились, произносили одни и те же слова. Не буду их вслух придевать. Да, классно. Давайте мы с чего-то начнем. Давайте с дороги начнем. Давайте начнем вот с этой вот дороги. Непонятно, вроде должен быть у нас трамвай, его нет. Давайте начнем с каких-нибудь не корейских, старых, старых, разбитых автобусов, которые воняют у нас по городу ездят. Возьмем какие-то нормальные, ищем варианты, да? Заасфальтируем ямы. Вот смотрите, давайте вот на секунду представим. У нас в городе нормальные дороги, ну, просто заасфальтированные, я там не беру уже какой-то там блеск. У нас появился самолет, который летает из Комсомольска в Москву, хотя бы два раза в неделю, да? У нас укомплектованы больницы не больными, а врачами. У нас, например, получен нормальный государственный оборонный заказ, который не меньше меньшего, да? Например, на авиационном заводе. Там с жиру не бесится. Там рентабельность до 1% истребителя Су-35. С этого нужно сделать все. От модернизации до заработной платы. Ну, что мы еще? Отремонтировали набережную. Браки убрать. Самое главное, наверное, все эти рабочие места и отплачиваем все эти рабочие места. И началось, понимаете? Ну, хотя бы вот там пунктов 10. Я уже не... Ну, мы сегодня вот... Ну, не будем мы атомолеты строить пока. Ну, не будем мы многоярусные автострады пока себе фантазировать. Давайте реально относиться к нашей... После большого пожара навести порядок хотя бы при баннике, где-то, который не сгорел. Грубо говоря. Чем мы, капсомольчане, будем помочь? Мы будем работать все вместе. Я абсолютно доступный, прозрачный. Если вдруг я буду избран в качестве главы, ну, я думаю, что нам будет... Спать нам точно будет некогда. Не буду пускать. Товарищи, ну что, будем заканчиваться? Ну, да. Спасибо. Спасибо.